Почта нередко заставляет граждан ждать. И с открытием почтамта без примедлений не обошлось. Предполагалось, что ремонт в здании завершат еще в январе, но красную ленточку в главном зале перерезали только 29 февраля. Построенный в 1931 году почтамт серьезно ремонтировали более полувека назад. Эта капитальная реконструкция стоила более 50 миллионов рублей. Трудно себе представить, сколько за всю историю обработано корреспонденции с адресом Иванова главпочтамт. Понятно, что прошло время, понятно, что он постарел, и вот сегодня Почта России нашла возможность реконструировать, обновить. Приятно то, что сегодня это стало современным по внешнему виду учреждения. Современности истории в обновленном почтамте соседствуют, стоит только поднять взгляд. Над функциональными рабочими местами операционисток потолок, каким его не видели десятилетия. За долгие годы лепной декор потерял рельефность. Мастера его восстановили и выделили, позолотив. Вернули также исторический вид хрустальным люстрам. Встречает посетителей новая гранитная лестница. Прежние ступени были в аварийном состоянии. Некоторым ивановцам уже удалось оценить интерьер. Ну, раньше было, вы, наверное, знаете, как. Потому что уже сколько лет он не ремонтирован, и, конечно, были недостатки большие. Очень хорошо все сделано. Есть условия, где работать им. И очень хорошо все отделано. Просто прекрасно. Это что касается эстетики. Но изменения коснулись и функциональной части. Вот новый ленточный транспортер. Приобретен он был взамен другого, давно устаревшего. Теперь, уверены сотрудники почтамта, приемы, сортировка и корреспонденции будут осуществляться гораздо оперативней. Почта России все делает для того, чтобы контрольные сроки у нас сокращаются. И они у нас сокращаются каждый день, ежедневно. И все отправления, которые у нас отправляются, они поступают в срок. Немаловажные изменения – внешний вид здания. Полностью отремонтирован фасад. Ему вернули исторический цвет. Реставрация коснулась балюстрады и башни с часами. Были восстановлены шпили, венчающие крышу. На здании установили новую современную подсветку, чтобы даже ночью ивановцы могли любоваться одним из архитектурных символов города. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.